здравствуйте мои друзья сегодняшнем ролике мне хотелось бы показать как можно легко укрепить псевдопульпы орхидеи на одном месте не перевязывая их и не крутя горшок на одном месте так как выращивание в домашних условиях и имея одно направление солнечного света орхидеи тянутся по направлению к нему превращая свою картину в некрасивый вид и впоследствии выпрыгивая из горшка способ немой я подглядела в одном из клубов где в свою очередь хозяин этого клуба увидел в одной из теплиц где выращивают только котлейные гроб и и конечно в свою очередь мне хотелось бы этим способом поделиться с вами такой способ укрепления псевдобульп ровном состоянии хорош тем что не травмирует корневую систему то есть никакие палки а тем более железные которые имеют свойство окисляться не задевают корневую систему проходя сквозь грунт а укрепляются на краю горшка где в свою очередь поднимаясь вверх по псевдобульпе имея возможность направлять ее в ту или иную сторону крепко фиксируя в одном положении я думаю что таким способом можно создавать красивые фигуры из обычных растений такие как фикус бензамина или троцены которые на рынках можно встретить в очень красивых экземплярах сейчас мне хотелось бы перейти показать с чего и как я создавала эти крепления то есть как крутила вертела кстати способ очень легкий первым делом я взяла алюминиевую проволоку которая в диаметре достигает 4 миллиметра можно чуть потоньше но нужно учитывать что крепления должны крепко фиксировать растения не повреждая и не прогибаясь под его псевдобульпами затем мы отрезали нужную нам длину и собрали вот такую насадку которая крепко укрепляется на краю горшка тесно говоря я пыталась даже поднять горшок за них и вы знаете он с легкостью поднимается сейчас я покажу как это все крутилась у меня в руках сначала мы берем кусок проволоки где изгибаем его в нужном нам размере следом хорошо фиксируем и направляем следующий изгиб в другую сторону где уже производим третье звено которое должно быть точь-в-точь по размеру первого так как именно это звено будет основой крепления на краю горшка посмотрите у меня получилось неровно слава богу это алюминиевая проволока которая с легкостью фиксируется и мы сейчас с вами создадим равномерную основу вот так у нас получилось посмотрите следом последний изгиб который и завершит нашу насадку посмотрите он плавно соединяется с началом проволоки и здесь тоже нам надо плавно и равномерно подобрать тот размер чтобы получилась крепкая основа так как нижние части они будут укреплять эту насадку крепко фиксируя ее на полости горшка следом мы подбираем тот размер в котором насадка будет плотно ложится на край горшка регулируя ту или иную часть посмотрите и фиксируем все это на горшке предварительно проверить чтобы не было корневой системы так как надевая насадку мы можем ее повредить надевается она очень легко укрепляется снизу чтобы крепко зафиксировалась и посмотрите вот такой результат следом и направляем верхнюю часть проволоки по нужному нам направлению и на нем уже фиксируем псевдобольбу фиксировать можно как изгибом верхней части то есть окутав псевдобольбу так и меньше по размеру проволока который можно укрепить на верху этой насадки и обмотать толщину листа или саму псевдобольбу у вас наверно возникнет вопрос они накаляется ли это железное крепление в холодные температуры я скажу вам что не накаляется до той степени чтобы принести вред растению так как это алюминий а если вы все-таки переживаете то можно использовать ту проволоку которая имеет верхнее плотное покрытие я не знаю скорее всего из мягкого пластмасса тоже получится хороший результат но нужно иметь ввиду что если внутри будет не алюминий простое железо то она имеет свойство окисляться что будет негативно отражаться на развитие корневой системы вот вроде бы и все что я хотела рассказать и показать я думаю что такой способ крепления будет многим интересен и полезен а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо и пока пока